Музыка Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимко и в данном видеоролике я расскажу о союзе таких знаков как Овен и Весы. Очень интересный союз, но как и любой союз огня и воздуха, они как правило не лишены какого-то смысла, то есть часто очень комфортные условия создаются в таком союзе, но тем не менее Весы в отличие от Близнецов и Водолея гораздо более такой радикальный знак, он Весы соответственно уравновешивает, создаёт какую-то свою линию и находится как бы в некотором таком отстранённом состоянии сами по себе. Овна это часто может раздражать, когда всё ровно, спокойно, но тем не менее им в порывах их ярости очень импонирует то, что Весы умеют сглаживать углы, умеют качественно найти подход к этому самому горячему Овну. Они также и заядлые спорщики оба, что Весы, что Овен. Но только если Весы будет спорить лишь для того, чтобы добиться какой-то истины и доказать свою правоту, то Овен спорит ради спора, только лишь потому, что он хочет быть правым и не более того. Но это зачастую, естественно, сейчас каждый смотрящий на это всё Овен скажет, нет, это не так, ни в коем случае. Конечно, я говорю о типичных знаках зодиака, как правило, то есть основные аспекты по Солнцу. Но если в некоторых позициях планета Луна находится в конфронтации, то такие союзы могут быть просто фатальными. Они могут быть разрушительными убийствами. Естественно, Луна отвечает за такую вот сторону личной жизни, такая женственная часть, эмоциональная часть. Поэтому здесь надо уже разбирать более подробно либо натальный гороскоп, либо нумерологическую психоматрицу, чтобы понимать совместимость чёткую. Но тем не менее, в целом, воздух и огонь создают априори благоприятные условия для такого союза. И остаются лишь некоторые подводные камни, о которых я пытаюсь вкратце вам донести информацию. Что ещё хотелось бы сказать? Весы вообще, на самом деле, несмотря на свою воздушную стихию, такие продуманные люди. Они Овна будут часто обвинять в том, что те совершают, как правило, необдуманные поступки, говорят то, что думают и так далее. Овна это может задевать, как это кто-то мне тут что-то указывает вообще и какое он имеет право. И в ответ может называть и обзывать всячески весы, называть их нерешительными, слишком занудливыми в какой-то момент и так далее. Вот в этом смысле есть тоже расхождение. Но когда весы берут, когда на их стороне правда, и они уже начинают выходить на бой победителем, Овны могут немножко смягчиться и принять позицию весов. Они даже им покоряются в какой-то момент. Потому что весы очень чётко даже в конфликте уравновешивают, сглаживают острые углы, даже если сами это делают достаточно нестандартными методами в порыве ярости, например. Ну, Овну стоит, конечно, поучиться у спокойных весов многому. Результат может быть очень даже положительным в таком союзе. Но скандалы ссором могут быть, как я выше сказал, если луны у них стоят в конфликте, то эти скандалы могут быть затяжными. Это просто борьба на целое поколение, периоды жизни. Затяжны большие такие войны, как холодные, так и горячие. Но при этом, как правило, весы всегда будут инициатором того, чтобы конфликт уладить, забыть и загнуть. Как только можно глубже его убрать с лица. Так, ну и еще хотелось бы сказать о сотрудничестве, потому что, как правило, если рассматривать все-таки не лирические отношения, а сотрудничество, то есть партнерские отношения, такие союзы очень мощные, и они в совокупе дают мощную энергию, то есть они друг друга дополняют в рабочих моментах. Но при этом, если они однополые, например, овин-мужчина и весы-мужчина, и они уже являются конкурентами друг к другу. То есть они могут даже завидовать друг другу и тем самым бороться друг с другом. Вот это если в коллективе, в рабочем, например. Вообще, весам очень хорошо даже в одиночестве находиться, чтобы поддерживать свою эмоциональность, некое эмоциональное и физическое равновесие одновременно. Для них это очень важно, а овин может расшатывать их это равновесие. Иногда весам это даже необходимо, это расшатывание, но, как правило, их это раздражает. Как правило, раздражает. Овну не сидится на месте, но при этом союз комфортный, потому что именно весы создают некую такую вот ауру спокойствия, сглаживая такого угловатого овна, превращая его в некую форму. И вот эти рамки, ограничения, поставленные весами для овна, будут даже комфортными казаться овну. То есть он будет понимать, что в любом случае эти острые углы будут срезаны. Очень качественно, деликатно весами. Так, ну еще хотелось бы добавить здесь, добавить то, что овен уважает весы, даже в самых ярых спорах он понимает, что весы все равно примет правильное решение, что все равно последнее слово будет за весами. Что он уже давно все взвесил, что правильно, что неправильно. И в этом смысле овну ничего не остается, как покориться весам и принять его решение, которое он уже принял. Ну даже быть его как правой рукой, что ли. Когда уже все эмоции иссякли овна, он готов идти на поводу весов, чувствуя его как старшего брата, как такого покровителя мощного. То есть, человека, на которого можно все-таки положиться. Но овнам не достает, как сказать, таких вот спокойных равновесий уходу от стрессовых ситуаций. То есть, овн даже в какой-то момент может белой завистью позавидовать весам. Как это так? Вроде все вот сейчас спылил, поорал, но при этом сразу же принял какое-то положение, какую-то форму и находится в ней достаточно комфортно. А овн же продолжает быть под гнетом какого-то стресса, находиться под влиянием своих эмоций, которые уже прошли, но сил нет бороться. В этом смысле вот союз дополнений. Это именно аспект дополнения, когда весы создают общую форму для этого союза. Но при этом союзы очень такие непростые в таком сочетании овн-весы. Здесь стоит учитывать полную дату рождения и рассматривать более детально. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова